всем привет мы ходили на масленицу и вот я зашла к маме показать вам вот этот набор который я маме дала вышивать хотела подсадить ее на это дело сейчас мама нам свои впечатления расскажет как ей понравилось не понравилось вышивать это подушка вот основа да а тут уже много тут на вышел вот да вот но я вот тут конечно будет сложная вещь пупа утональ мне сложно но я послеповатый это конечно быстро легко и так поняла тут смотри как нарисовано вот как-то не поймешь какой креслик куда вот да вот делать да но но не страшно что видишь рисунок такой нечеткий так что здесь я не смертельно я так думаю вот вы я знаю вышиваете любите заднюю сторону показать дело то что я как было там написано вот берешь эту вот веревочку как ну кончик и продеваешь еще нет коридор чтобы было аккуратно но нитка немножко шелковатая шелковитая такая как сказать шелковистая и я попробовала вначале так и она у меня это была здесь а так как будет эта подушка и наверняка я буду стирать короче говоря я вот эти хвостики вот где они рядышком я их просто напросто завязывал по два узелка то есть это мне не не обязательно мне кажется вот этот вылизывать самое главное чтобы крепко держались хвости конечно правильно потому что даже если ослабнет какой-то да 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 и будет вот вылезет вылезет эту изнанку тебя никто никогда не увидит поэтому я это я сама придумала подумала уже так вот я в принципе это я знаю тоже немножко правило как ниточку заправлять вот я здесь вначале кстати вот и пробовала по моему заправлять но она потом вылазит когда я дальше я пробовала она вылазит это кстати я поначалу когда обзор сделала бы сказал шерсть я не поняла а это не шерсть она очень шелковая такая но в принципе ты вот умеешь я вот так делать чтобы идеальная была изнанка дело в том что и вот идеальная изнанка смотри у тебя тут получается подожди это полоской или вот так полосочками или это нитки такие толстые это нитки так нет я я делаю про я покажу так вот так вот так вот ну как вот так а потом назад иду так же так все поняла это просто я сейчас без очков не вижу нитки перемычки да нитки пухлые и мне как будто заполнено да крестик заполнен как хорошо заполнен крест правильно делаешь молодец ну нет молодец на школе то учили принципе мы все вышивали когда-то сейчас вы у вас конечно немножко посложнее там все есть посерьезнее как бы у вас как вот насколько я вас слушаю а так то снова то я знаю тем более тут не сложно ничего такого особо еще у меня есть наборы где вот 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 такая канва крупная 11 но там вышивается нитками мулине в три в четыре нити это вот набора от панны если тебе понравится вышивать теми нитками проще вышивать акрилом сложнее вот что ты мне подарил здесь вот все это я вот этим пользуюсь и это вот эти наперски я тоже ну я наперском умею шить я девочки что вышивать наперсками нет я нет может быть кто-то вышивает ну я привыкла в комментарии кто любит с наперском да я привыкла шить с наперском почему потому что я работала в театре и там приходилось очень много нашивать крючков таких больших для застежки крючки еще что-то и там меня приучили я с наперском привыкла вот я не привыкла наперском пользоваться но может быть здесь плотно проходит игла и поэтому нет нет здесь нормально я я могу без наперска это пальцы убирают вот это то есть это безымянный палец он сам попадает под вот это место что как бы протолкнуть ее здесь меня свободно проходит поэтому я вначале начала как бы а потом как-то присноровилась то есть не нужно наперсать дать потому что ты видишь какие дырки большие легко проходит но хлопком мулине я без наперска вышиваю а вот большую когда проталкивать надо там может быть да если плотный допустим основу мне кажется на льне наверно да где-то наверно то он вообще сейчас мягенький мягенький да ну я шить умею на перском пуговицы пришивать что такое обязательно нужно персы поэтому я могу и с ним и без него могу вот теперь свои впечатления скажи как тебе это занятие понравилось ну что что хочу сказать занятие монотонное такое как-то вот я не знаю даже что сказать видимо я все-таки больше люблю какие-то такие вот веселенькие такие прикладные виды творчества чтобы можно было бы менять какие-то там манипуляции там опять же люблю там клеить резать там что-то может подрисовать там еще чуть подшкурить а здесь все это монотонно так опять не кончается опять ну я не знаю я во первых не вкусила как в удовольствие такого особого просто коли ты подарила надо же мне закончить я только пока не подарила вот кати спасибо кати вот кати подарила но ты мне передала как бы это так скажи мне тебя удалось подсадить на это дело или нет я не буду этим заниматься нет ни по ни по ни потому что не нравится мне нравится все вид творчества по состоянию здоровья я не знаю кто как я наклоняю спину наклоняю голову когда сижу здесь и мне это неплохо мне спина болит потому что даже вязать если когда вяжешь можно облокотиться в кресло можно рассеять спину расслабить и ручки вот здесь у тебя работает но не замене видно я же очень плохо вижу я отключаю лампу прямо конечно я вот так сижу а ну так нет нет это нужно сесть на диван нужно лампу не увижу я так нужно себе место оборудовать а так мам конечно не увижу я да поэтому девочки да вот вот поэтому я вот так вот сделай там например там вот две три четыре ниточки повяжу и уберу опять далеко не убираю эту сумочку чтобы она рядом была здесь там закончить надо так вот и теперь мне скажите по поводу того там кто-то написала я делал когда обзор вот эта канва жесткая она будет мягкая и нужно будет стирать после окончания а как и как и стирать она жесткой просто мочить и просто положить воду и крахмал почему она такая жесткая ну да я не знаю крахмал или нет но какие-то средства используют она будет мягкая мягкая подушка то не будет такая жесткая конечно ну вот она ошколется вот здесь очень жесткая но и и подушку дальше вот так вот да нужно будет мне тогда все таки ты любишь больше ну шить опять же мне проще я сажусь за машину меня спина там прямая за машинку меня большая промышленная может быть даже за маленькой машинкой тоже мне тяжело было бы там нужно было сгибать опять спину на промышленной машине проще руки как бы немножко развернуты туда работа под машинка развернута не так я не устою да ладно я к тебе за машинкой я могу час час сидеть могу за машинкой час здесь я час не выйдет не выдержать а я наоборот я за машинкой даже получаса не могу здесь ну может быть если бы я этим увлеклась может быть сильно может быть я бы приспособилась за где-то как-то сесть лечь там я не знаю как но я не ставлю такую задачу конечно вышивать ну просто ты вам место не нормально не оборудовала с хорошим освещением чтобы ты полулёжа на диване развалилась подушки под спину подложила и расслаблено потом потом что касается вот вышивки но я не знаю сколько ее надо этой вышивки вышивать вышивать и куда-то вот так я вот немножко мне это непонятно ну то есть сложного здесь ничего не увидела для меня это легко я люблю нашу голову поморочить что-нибудь потворить то есть у меня варят тебе куплю а хает там что сложно да ну не знаю я вот не знаю я даже что сказать плохо мне тут не хочется говорить в ней но мне нечего вроде как плохо сказать плохого то ничего я не скажу мне как хороший вид творчество нормальный самый женский рукодельный но лично я потому что знаешь я ведь и ты пиарит и я делала и декупаж и вот сейчас я планирую например для твоей дачи делать вот сейчас немножко потеплее чтобы можно было этого дворе делать не дома я буду делать из цемент у меня уже два мешка цемента в сарай лежат ну и потом если мало будет илья еще мне купит раствор специально будет делать я тебе фигуры будут садовый делать я хочу у меня шпрудик будет вот какие кашпо такие я хочу красивое чучело необычное придумаем с тобой потом какой-нибудь чучело красивая чтобы русская чтобы русская было нет русская в кокошники и татарин о боже о боже я не реакции твой вырезать нет о боже не ну ты поняла я так не ожидала просто так нет подожди у меня канал жили были да вот там я и тимур и у меня будет в саду в саду стоять я и тимур ну как будто ты там наряды подготовка какие у тебя дом какие ненужные ваши наряды с тимуром и все и чё нет надо как типа национальный там сарафан у нее будет сарафан рядом подсолнухи я буду сажать заплетень подсолнухи но это очень трудоемкая работа я не знаю сколько лет мы это сделаем ну ладно пусть пока фигурки нет я просто расскажу про себя вот что мне нравится мне вот нравится прикладное творчество такое разнообразно но естественно я сейчас выбираю уже то что мне например по здоровью подходит потому что спина и само собой спиной можно поработать часок а потом два полежать а вот то что у меня зрение плохое это конечно усугубляет мелкие какие-то вещи такие вот деликатные такие я уже конечно не могу поэтому цемент самый как раз для меня будет там если промахнуть ничего страшного для со зрением своим я имею ввиду я все время говорила вышивать это не мешки ворочать а тебе вот как раз нравится мешки с цементом ворочать ну чуть-чуть там да буду разводить вот тут вот тебя потеплеет вот немножко чтобы я могла вот тут у себя под окошечком не так добара то нет а маленький полисадничек нет делают я видела в интернете на столе делаю дома маленькие небольшие кашпо кашпо у тебя нужны большие такие декоративные ты там питуньки поставишь что тут баллон баллоны как чем мы купили уже вы кашпо купили а я хотела тебе сделать из цемента делай у меня пластмассовые они все равно через два года треску но за их вставляют туда сажает а потом цементные сажают они недолговечные ну очень вот такой вот мое мнение о вышивке то есть это вещи хорошие пусть девочки конечно вышивали я вышивала в детстве кстати вот канона 8 марта вспомнила что это традиционный ты наверно застала это время сабы было брали салфеточку на уроках труда приносили ниточки мулины и вышивали писали карандаш к маме 8 марта вышивала ты нет ноги мы совышевали и такую маме салфеточку дарили это было традиционно из года в год много лет из поколения поколения вот так учили в школе вышивать то есть но это творчество народное такое вышивка как иголка и нитка это естественно для женщины на любой национальности в любой стране в общем зашью подушку конечно я доведу до конца просто от того что я конечно человек исполнительные как бы ну нельзя же на пол дороге дошью и сошью и покажу а вот еще скажи свои впечатления от акрила ворсинки летают нос чешется нет ничего у меня не чешется слава богу хотя бывают аллергии на что-то нет не чешется единство только иногда когда вот продеваю иголку цепляется и маленько там некоторые она она сочиная нить как у вас так называют сочиная нет современные скажут что не называют а вообще правильная вот вот они их несколько тут вот вот да еще мохнат 4 штуки вот и мохнатые еще вот так вот скручивает вместе скручивать называется сучение случаю то есть вот кто придет нить сам кто кто придет а кто вяжет кто вяжет кто сам делаешь шерстяные нитки, кто сам делает, вот у нас пуховы платки у нас вяжут, да. Они вот эту вот пряжу сучивают, то есть вот так вот скручивают. И когда, видишь, она, кстати, очень плохо. Вот я из-за этого акрил не люблю, ворсинки летают. Нет, ворсинки у меня не летают, вроде даже, хотя я и близко под лампой, не видела я, чтобы от неё от этого не летали. Может быть, качество хорошее, может быть, разные качества. Дырки большие. Дырки большие. Ну, а, из-за этого, да? Да, я вышивала акрилом плотно. Ты уже протягиваешь и плотно может быть. А здесь, наоборот, к концу у меня нить вот так начинается вот раскручиваться. И попадает, бывает, просто ещё, вот здесь вот есть даже путанки кое-где, уже она в нить попадает, как бы разбивает предыдущую нить. Вот в неё вот так вот бывает. Вот только единственный, что дефект. Ну, а так вот тут вот кое-где даже у меня сбой видно, если так приглядываться. Ты вот так вот на глаз можешь определить? Достаточно? Нет, я на глаз. Но вроде много. Ну, вроде много. Ты всё таки. Тут вот рекомендовано вот по этому вот, по маркерам по этим разделить. Но я ничего не разделяю. Я отсюда вот так вот, какую хочу. Вот. Если я устала, я беру вот это, конечно, это самое простое. Жёлтые вот вот эти. Ну, то есть, их разбирать, в косу заплетать не стала? Не стала. А что, они не путаются. Они великолепны. Они такие, вон, какие они. Видите, как мекликова-то была. Они нарезаны уже. Они нарезаны уже кусочками, да, поэтому а что ему будут заморачиваться? Какой фирма-набор? Дарт. Ну и всё, и вот он урок, пожалуйста, обычный. Вот в одну сторону. Крест показан? Да. А, показан крест. Ну всё, и так. Ну всё, правильно. Значит, рассчитано, что крестом. Мне вот это важно было. Потому что сейчас фирмы есть название, я забыла. Я вот смотрела, у них такие красивые подушки, и там вот вышивка полукрестом. Ну, я об этом не подумала. Тебе глянула там, да, что может хватить, не хватит, короче говоря. Вот такая должна быть. Ну, так или так, да, лотос. Такой цветок лотоса, да. Вот. Написано, рассортируйте пряжу по цветам, вот тут вот привяжите её сюда, вот по небольшому кусочку, вот тут какого цвета, кто тут рекомендует. Потом вышите небольшие цветные участки сначала, небольшие, потом направо-налево всё это. Да, я прочитала, прочитала. Но всё равно я, в общем, делаю, как я всегда делала, как с молодой. А что здесь сложного? Ну, только сложное, я говорю, вот тут вот будет немножко. Но если где-то собьюсь и съеду, видишь, вот там бежевый, белый, серый, тёмный-серый. Видишь, как? А вот сейчас на Алиэкспресс китайские фирмы делают вот такую канву принтованную, и у них прям совпадает, прям крестик в крестик. У них нет вот таких сбоев, где место. А ты ведь, да, вот сбоешь, он приходит соображать. Конечно, это часто такое бывает. Вот, вот меня вот сразу, вот, допустим, здесь вот даже, вот тут по краю белый, что тут вот заходит, а здесь заходит. А где крест сам вот? Вот в этом плане китайцы молодцы. У них прям идёт крестик в крестик. А это не китайцы делают, значит? Это я не знаю, но вот девчонки на Алиэкспресс заказывают, там у них очень хорошо принтовано всё. Белый лук. А я, кстати, не люблю такую принтованную, я люблю считать крестики. А ты как, ничего? А, ну я, вот, сейчас тебе скажу, упакована в Россию, производитель РТО Балтик ЛТД, Таллинн, Эстония. Понятно. Продавец ТРТО КОП Москва. Упаковано в Россию, сертификация не подлежит. Вот откуда. Ты такой ни разу у вас? Нет, я первый раз такое вижу. Ну, вот, ну, видишь, это Эстония, значит, они больше по декору. Видим, декоративные вещи они больше делают. А то, что вы покупаете эти вышивки такие, уже как бы картинные, или как они называются? Ну, это уже фирма, они именно на этом специализируются. А эти, да, видимо, да, они, вот, наверное, так и думаю. Наверное, у них что-нибудь такое вот есть. Ещё? Подушки, что это? Вы уже там ищите в своём интернете. Ну, ладно, в общем, не удалось мне тебя подсадить на это дело. А зачем тебе сажать, чтобы я твоей вышивке помогала тебе? Нет, там и с тобой, я на пенсию уйду, мы сядем с тобой вместе. Твои подарки? На даче. Мы поставим на даче кресло вдвоём рядом, сядем и будем вышивать. Я так думала. А я буду делать из цемента тебе кашпо на даче, а ты будешь вышивать. А, ну ладно, я буду рядом вышивать. Вот, а я размешаю там цемент и буду тебе вышивать. Ладно. Главное, чтобы мы получали удовольствие от своего хобби. Не, ну да, я говорю, я просто уже по своему здоровью. Я когда была молодая, я вязала очень хорошо, всё себе вязала. От того, что нечего было, конечно, купить в магазине, вязала всё. Даже и пальто, ты сама знаешь, у тебя было вязаное пальто, и шапки, и носки, и жакеты, всё, всё, всё. И когда я вязала, меня это занятие немножко утомляло. Я всегда говорила, когда я буду старая, вот, наверное, тогда мне нужно будет вязать. Потому что сейчас меня очень утомляет. Я была молодая, видимо, мне хотелось что-то энергичное, какой-то способ найти себе для рукоделия. Но вот я стала уже старая, а вязать сейчас нечего, потому что сейчас всё, можно пойти и купить превосходно вязаные вещи. Ну, это же вяжут удовольствие от процесса, получается, а не от самой вещи. Ну, я не знаю, что-то, мне почему-то нравится менять процессы разные, то есть вид творчества менять мне нравится. Ну, ладно. Я не знаю, ну, можно разнообрать свою жизнь, может быть, немножко как-то, я не знаю. Мне вот плести там хочется чего-то, плести какую-то корзинку, потом что-то там, какую-то коробочку обклеить. Ну, вот на моём канале, если кто-то там видит, что я каждый раз придумаю что-то новое, мне само это интересно. А канал Мадам Плюшкина, я оставлю ссылку под видео. Заходите, смотрите там мамино творчество. Какой хороший помощник в гости пришёл, племянник. Он сейчас всё нам разберёт. Это мой внучатый племянник. Называется внучатый племянник. Внучатый. Ну, от племянницы же у меня внучки. В общем, пока мы сидим болтаем, он нам по цветам ниточки разбирает. Он без дела не может сидеть. Молодец. Кстати, мы не просили, он сам инициативу проявил. Ну, лучше уже, что надо было собрать косичку. Мама, знаешь, мне что ещё хочется попробовать? Ты видела изделие из полимерной глины? Там цветочки, вот красивые брошки. Полимерная глина, ну, видишь ещё, опять же, видела я, и полимерная глина, она не дешёвая. Она есть, сам мы запекаем её, нужно запекать, ей сама зацвердевает. Я как-то раз ходила давно, как-то на мастер-класс даже, что-то делали какие-то мы безделушки там. Они у меня потом дома раскрошились, когда я начала их на босинки. То есть, такая была глина какая-то, не глина, она что? Это было пластик, это пластик. Вот. Мне нравится больше, если, допустим, я бы занялась, я опять же, люблю функциональные вещи. Я не люблю делать какую-то вещь, вот просто, чтобы эта вещь потом валялась и лежала. Мне нравится, чтобы я её сделала, и она пригодилась мне или кому-то, если я подарила. Вообще, мне нравится из глины. Я недавно ходила в гости к одной нашей Оренбургской местной художнице. Она делает очень много из глины всякой разной штучки. Так, я сейчас покажу. У нас есть такая художница в Оренбурге, Катя Ескина. Она и муж, у неё художник, у неё династия, отец и мать у неё, все художники. Она вот делает, ну, это запекаемая, это глина, это, то есть, из глины сделана настоящая. Она запекает умыть в печи, вот это, например, такой подсвечник. И делает она всё вот, это мой стиль, мне нравится, это в стиле мадам Плюшкиной. Что-то как будто какой-то такой вот неправильный, из чего-то. Это использует она, вот, тюлевые такие вот специальные какие-то вот штучки, придавливает их, вот делает. Вот она из глины, видишь, запекает. Настоящая глина, красная, где-то они её привозят откуда-то, они её специальные. Ну, у неё есть и муфельная печь, всё, она это продаёт, всё на продажу. Вот такой вот кармашек-башмачок, вот. И вот, например, мне вот такие вот лепные вещи нравятся. Ну, допустим, если нужно муфельную печь по-любому, если делать из такой глины, вот из настоящей глиняной вещи. А если хочешь что-то лепить и похожее на это, можно сделать солёное тесто. Из него великолепные получаются фигурки. Любые, солёного тесто. Это похоже всё будет, вот так же получится. Ну, вот. Вот это мне вот, наверное, нравится. Я бы и с таким вот увлеклась бы, например, видом творчества. Ну, вот люблю какие-то такие вот я вещи. Понятно. Ну, ладно. Спасибо за интервью. Подписывайтесь на канал Мадам Плюшкина. На мой канал Вышивка Плюс. Не забывайте ставить лайки. Всем желаем удачи. С вами была Инесса. Мадам Плюшкина. Пока-пока. И небольшой анонс. Скоро Мадам Плюшкина выйдет немножко в новом качестве на своём канале. Ждите. Ты меня пугаешь. Нет, ты не знаешь. Это секрет мой. Мне даже интересно стало. Секрет. Ну, ты заинтриговала. Ну, ладно. Будем следить. Спасибо. 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 Спасибо.